А как что сейчас? Уничтожить все и будем в зубах ковыряться. Огню придать – это самый легкий выход. Надо решить вопрос так, чтобы ничего не полыхнуло. Дальше. Утром рано, когда я зашел, я уже заметил одного печка. Все они как-то вот капают, вот так вот. Ящер. Ну, это такая болезнь, которая очень сильно влияет на экономику, особенно экспортирующих стран. Корова и несколько бычков не первый год кормят семью Щеглаковых. Впрочем, на подсобном хозяйстве живет все село Дурой. Не будет животных – люди уйдут в город. И на бескрайних просторах Восточной Сибири России станет на один поселок меньше. Или не на один. Да одно расстройство прямое. Упадок сил. К чему-то стремишься, стремишься и все прахом уходит. От чего и почему. В замкнутом пространстве у меня все было сидело. И коровы, и овцы, и свиньи. Корову она почти всегда жует. У нее есть жвачка. Как только жвачки нет, это уже один из признаков, что-то не так. Во-вторых, обильная сливация. Кормушка, водопой. Там большое количество именно слюны. То есть обильная сливация. Это уже должно говорить о том. Так же, как хромота. Могут лежать. Ну, в частности, свиньи будут лежать и передвигаться на путылок суставов. Все симптомы, как по учебнику. Когда сюда, на место очага в Забайкальский край, приехали специалисты подведомственного Россельхознадзору Всероссийского института здоровья животных, сомнений не осталось. Это ящур. Снова в России. Вот это уже пятый, четвертый день после начала заболевания. Ящур – одна из самых опасных инфекционных болезней домашних и диких парнокопытных животных, наносящая значительный урон животноводству и экономике страны. Известно человеку более 400 лет. В СССР ящур считали побежденным заболеванием. Его не регистрировали четыре десятилетия. Россия считается благополучной страной, осуществляющей зональную вакцинацию в приграничных районах. Сейчас все зависит от ветеринаров и ученых в НИИ ЗЖ. Специалисты этого института уже полвека занимаются проблемой ящура в России и за ее пределами. Успеют быстро локализовать очаг. Спасут не только остальных животных, но и их владельцев. Ученые из Владимира по первой необходимости вылетают на другой конец России. И каждый раз говорят, что им приходится бороться не только с самим вирусом, но и с неподготовленностью людей на местах. В далеких уголках страны ветеринарные специалисты с трудом диагностируют ящур. Первые клинические признаки путая, например, с отравлениями. Пока лечат от отравления, уходит не только время, но и вирус вглубь бескрайней страны. Вообще, заболевание ящура на территории Приоргунского района до 2013 года, марта месяца, не наблюдалось в течение 50 лет. Последний раз, когда мы подняли документы, заболевание ящура на территории района было в 1963-64 год. То есть те ветеринарные врачи, которые работали, боролись с данным заболеванием, их уже просто либо нет, либо они уже довольно преклонного возраста. Симптомы ящура – отсутствие аппетита у животных или полный отказ от корма, учащенный пульс и дыхание, повышение температуры до 40-41 градуса, обильная соливация, визикулы на слизистой языка и в ротовой полости, поражение кожных покровов, сосков в имени, венчика и межкопытцевой щели – животные хромают. В дальнейшем на месте лопнувших авт образуются эрозии, заживающие через 7-10 дней. В селе Градеков под Благовещенском весь скот, а это более сотни животных, оказались заражены ящуром. Наводнение в 2013 году принесло в Амурскую область миллиардные убытки и вирус. Откуда болезнь, выяснили быстро. Неоднократно видим в случае заноса с территории Китая путем попадания в Амур трупов, павших от ящера и прибивая их к российскому берегу, значит, наши животные, которые пасутся, получают данный возбудитель и мы имеем очаговые вспышки. На локализацию вспышек в Амурской области бросили все силы. Администрация региона, ветеринарные службы, специалисты Россельхознадзора и люди работали вместе и слаженно. На сегодняшний день нашли мы нормальное взаимодействие с нашим институтом защиты растений СНИЗЖ, своевременно получаем диагностические исследования, подтверждающие тип, разработана специальная вакцина, находим понимание и с правительством Забайкальского края, Постоянно контактируем и проводим противопезодические комиссии на территории Амурской области с субъектовой службой ветеринарной Амурской области. Знаете, благодаря правительству Амурской области и лице губернатора Амурской области нам было действительно работать очень комфортно, потому что своевременно в первые же дни и в кратчайшие сроки были выделены средства для ликвидации ящера. Амурская область в 2013 году очень пострадала и ущерб составил 40 миллиардов рублей, а в том числе по ликвидации ящера 21 миллион, более 21 миллиона. Это говорит о том, что 1558 голов животных, которых мы провели отчуждение, это будет уже в дальнейшем сказываться в животноводстве Амурской области. Деньги, которые выделены, нам действительно они были нужны. И компенсация, достойная компенсация, которая была выплачена владельцам, она сыграла большую роль и вдвойне подняла авторитет ветеринарной службы. Потому что в это время в ветеринарной службе надо было работать одновременно еще и психологами, так как животные, которые были в хозяйстве, они были единственным источником дохода для этих владельцев. Но одним энтузиазмом ящер не остановить. Наша страна по всему периметру своих границ соседствует с неблагополучными по ящеру государствами. У вируса три основных пути проникновения в Россию. Типы О, А, Азия-1 со стороны юго-восточного и центрально-азиатского регионов. Транскавказский подкидывает вероятность распространения ящера типа САД-2. Вдоль границ Российской Федерации почти все страны пограничные являются неблагополучными по ящеру. В них регистрируется ящер типа А, типа О, типа Азия-1. Мы получили ситуацию, когда при попадании на наши приграничные территории с Российской Федерацией этого заболевания, это Китай, это Монголия, это территории Пакистана, Афганистана, это территории Турции, Ирана, то есть те государства, которые ограничили или с постсоветским пространством, или же напрямую с Российской Федерацией, как Китай сейчас. Пик вспышек в России приходится на техногенные катастрофы. Когда в 2013 году Дальний Восток затопило, большая вода принесла трупы животных со стороны Китая. И сухая статистика референтной лаборатории Международного эпизоотического бюро во Владимире констатировала всплеск распространения эпизоотии. Количество неблагополучных пунктов в России в год затопления перешагнуло за два десятка. Для сравнения, до этого Ящур регистрировался в нашей стране считанные разы. Я помню, когда в школе ходили, были посты, когда держались с кем-то маленьким, говорят, Ящур, Ящур, мы про это мало понимали в это время. Ну, маленькие были. До этого было, я помню, один раз. А после этого, это уже, считай, 50 лет с чем-то тому назад, в это время появились и все. В этом году. И все. Я никогда не смогу до этого. На Кавказе традиции скотоводства передаются от поколения к поколению. Кабардино-Балкария – республика, где мясо с особым вкусом, в каждом дворе. Семьи большие, даже дома строят в три крыла. Для стариков, детей и внуков – гостей. Родственникам, гостям и туристам – гостеприимный стол. Шашлык, хичины, айран, сыры из домашнего молока. То, чем испокон веков славился этот край, может исчезнуть. Это было неожиданностью для нас. В этом населенном пункте обнаружили первые признаки заболевания ящура. Неожиданно хотя бы потому, что, как и в Забайкальском крае, ветеринары юга России более 30 лет не сталкивались с ящуром. Я считаю, что Северный Кавказ постоянно находится под большой угрозой вспышек ящура, потому что я смотрел статистику, сотни вспышек ящура регистрируют в Турции, в Иране, Афганистане. Непонятная эпизоотическая ситуация по Грузии и Армении, где дают нули, но насколько это соответствует действительности, я не могу сказать, так или не так. По принципам Международного эпизоотического бюро, все страны, которые сталкиваются с опасными болезнями животных, должны не только с ними бороться, что само собой разумеется, но и предоставлять оперативную информацию в Международное эпизоотическое бюро. Патологический материал сочагов отправляется в референтные лаборатории для типирования и изучения возбудителей. Там информация обрабатывается, анализируется и сухим остатком отправляется в центральный офис МЭП в Париж. Эпизоотическое бюро консолидирует данные со всех уголков планеты. На основе них ветеринары могут не только выстраивать прогнозы распространения занозов, но и принимать выверенные профилактические шаги. Например, не просто вакцинацию, а с учетом распространения в конкретном регионе конкретных штаммов. Ведь у болезни под одним названием «ящур» десятки вариаций. И если провакцинировать, к примеру, от штамма «Азия-1» в регионе, где велика вероятность распространения штамма «О», то это будет бессмысленной тратой времени и сил. Вы поймите, вирус ящера, он быстро, очень быстро мутирует. То есть, и как следствие, у него изменяются антигенные свойства. Очень часто можно наблюдать, что эпизоотия начинается с возбудителя, обладающая одними антигенными свойствами, и закончится она, может быть, с другими антигенными свойствами. Равновесие и благополучие нарушается, если хотя бы одна страна выпадает из общей системы и перестает делиться достоверной информацией. К сожалению, вот те страны, с которыми мы граничим, такие как страны из Закавказья, они официально свободны от ящера. То есть, если смотреть отчет по ним, по ситуации по ящеру, у них нет данных. Они везде заявляют, что они свободны от ящера, хотя все прекрасно знают, что там он есть, неофициально он там есть и достаточно сильно распространен. Это косвенно подтверждается случаями, когда мы выделяли патологический материал ящера типа О, и по молекулярным своим свойствам он имел происхождение, точнее, был близко родственным возбудителем, которые циркулировали в 2009 году на территории Ливана, в 2010-2011 году на территории Турции. В Грузии его официально нет, в Армении его нет, в Узбайджане его нет, но в Южной Осетии возникла вспышка ящера. Ну, откуда она взялась? Только страны, территории Грузии. Грузия, Армения и Азербайджан уже более 10 лет предпочитают не регистрировать вспышки ящера. То есть мировая ветеринария может только догадываться о том, как внутри этих стран развивается эпизоотическая обстановка и какие штаммы постоянно мутирующего вируса сейчас наиболее активны. И именно из-за этого ветеринарам Юга России приходится защищать эпизоотическое благополучие региона нередко вслепую. Нам пришлось достаточно много поработать, в связи с тем, что вошел штамм той серогруппы, которой не было вакцины. Мы остановили ящер на территории трех населенных пунктов. Всего лишь навсего 21 подворье пострадало, в которых заболело меньше 50 голов скота. С принятыми мерами мы локализовали вспышку ящера, не допустили для дальнейшего распространения по территории края. Ну и, конечно, параллельно с мероприятиями в очаге мы проводили превентивные мероприятия на территории всего края. Мы не могли прекратить использование поливалентной вакцины, которую использовали и раньше. Но, получив штамм тип А Краснодар-2013, мы уже запустили вакцинацию всего поголовья на территории края. Вакцинации животных на территории, потенциально подверженной ящеру, создание так называемых «буферных зон» — единственный действенный способ не дать распространиться опасному вирусу вглубь не только одной страны, но и сопредельных государств. Сегодня Россия своими собственными силами создает наука и финансово емкие барьеры для возбудителя, защищая не только себя, но и всю европейскую часть континента от одного из самых опасных для хозяйственной сферы экономики государства болезней. Впрочем, к тому, как наша страна сегодня отстаивает благополучие континента, мы еще вернемся. А пока обратимся к истории и опыту других стран. Специалисты ФАО называют ящер одной из классических мировых проблем, серьезно коррелирующей вопросы продовольственной безопасности и финансового благополучия стран, столкнувшихся с ней. Вопреки распространенному мнению, болезнь поражает не только густонаселенные страны Третьего мира. Международная статистика ущерба от ящура. 1997 год. Тайвань. Менее чем за полгода в стране уничтожено свыше 4 миллионов свиней. Общий экономический ущерб 6,6 миллиарда долларов. 2001 год. Великобритания. За 7,5 месяцев было зарегистрировано 2030 очагов. Уничтожено более 6 миллионов животных. А ущерб составил свыше 3 миллиардов фунтов стерлингов. В этом же году Нидерланды. Убито свыше 270 тысяч животных и общий ущерб составил около 900 миллионов евро. 2010 год. Южная Корея. Уничтожено почти 3,5 миллиона животных. Ущерб составил свыше 2,7 миллиарда долларов. 2010 год. Япония. Уничтожено 290 тысяч голов животных и ущерб более 550 миллионов долларов США. Очень важно контролировать вирус, откуда бы он ни пришел, изнутри страны или снаружи. Прежде всего необходимо контролировать передвижение товаропотоков, грузов, как импортированных в страну, так и внутри территории страны. Потому что зараженные животные производят в огромном количестве этот вирус, и он распространяется с огромной силой, и потери возрастают. Сегодня ветеринарная служба Великобритании опирается на свой горький опыт. В 2001 году ветеринарам пришлось уничтожить более 6 миллионов животных. Экономика потеряла свыше 3 миллиардов фунтов стерлингов. Спустя 6 лет по Туманному Альбиолу прокатилась вторая волна вспышек. Ущерб только за два первых месяца и от введенных в связи с эпидемией ограничений на транспортировку скота – 250 миллионов фунтов стерлингов. Великобритания ожидала новое, большое испытание. «Сельское хозяйство Британии терпит убытки по 2 миллиона фунтов стерлингов в день», – озвучил тогда потери представитель Союза британских фермеров Энтони Гибсон. В Соединенном Королевстве эпизоотия осложнялась еще и тем, что заболевание поразило слишком много овцеводческих ферм. Ведь именно на овцах диагностировать ящур сложнее всего. Плюс государственная система дотаций подразумевает активное перемещение животных по стране. Когда болезнь пришла, решили, что нужно полностью уничтожить зараженное поголовье, применив самый радикальный метод – стемпинг-аут. «Если бы, допустим, у нас произошла такая же большая инфекция, как это было в 2001 году, то мы бы использовали вакцину. То есть то количество животных, которое нам пришлось уничтожить, это было настолько стрессово и настолько негативно повлияло на общественность, что больше в данный момент мы это не применяем. Поэтому мы тратим очень много времени на то, чтобы поддерживать и оснащать наши лаборатории. И работаем на международном уровне с привлечением таких организаций, как МЭП. Мы работаем вместе с нашими европейскими партнерами». Австралия. Государство, имеющее только водные границы и расположенное на недосягаемом от основных путей заноса ящура расстоянии. Вирус может добраться сюда только через океан или по воздуху. Риски заноса незначительные. Однако нынешняя жизнь австралийцев сильно зависит от разведения овец и крупного рогатого скота. Поэтому ветеринарная служба страны предпочитает опираться на более точные данные. «У нас были проведены очень тщательные анализы экономического воздействия такой болезни, как ящур. И стоимость программы по борьбе с распространением данного заболевания составила 50 миллиардов долларов. Это, конечно, огромная сумма денег. Именно поэтому у нас введено много программ, контролирующих болезни, которые передаются с помощью векторов». В тот момент, когда Россия боролась с серией вспышек ящура на своих южных границах, Австралия констатировала увеличение производства крупного рогатого скота, еще на 4%. Сегодня континентальное государство насчитывает более 30 миллионов единиц крупнорогатых животных и овец. Такую сильную и успешную отрасль может убить разве что только маленький коварный вирус. «В настоящее время мы занимаемся обновлением банка вакцин по ящеру. Мы обновляем штаммы, которые могут быть использованы. Полностью проводим работу по анализу пригодности различных штаммов, которые могут использоваться при работе с данными заболеваниями». «Банк вакцин» — это скорее подстраховка, потому что Австралия далеко, и у нее нет соседей. На бескрайних просторах Монголии пасутся более 43 миллионов порнокопытных животных. Это не только коровы, лошади и овцы, а также верблюды и козы. Сегодня эта страна входит в пятерку лидеров по поголовью на душу населения. Поставки животноводческой продукции на экспорт — значительная часть бюджета государства. В 20 веке в Монголии были отмечены три крупных эпизодии — в 1931-35, 41-48 и 63-74 годах. Последние четверть века страна оставалась благополучной от ящера. В 2000 году в Аймаке-Дурнугофь, непоследственно граничащем с китайской территорией, зафиксирована первая вспышка вируса, ставшая началом новой волны распространения болезни. В 2010 году ящер уже диагностирован в 1076 стадах, общей численностью животных — 460 тысяч голов. С 2011 по 2013 годы в стране действовала программа оздоравливания и контроля приграничных с Россией зон. Применение вакцины, производство подведомственного Россельхознадзору Всероссийского центра здоровья животных, позволило обеспечить устойчивое благополучие Монголии по ящеру с 2010 по 2013. Когда в стране появился ящер, ближайший торговый партнер — Россия, прекратила все закупки животноводческой продукции. Россия и Монголия, тоже Китай — это большую плотность в миграции сделает. Это дикие швопники, и это очень важную роль играет, это левня ящера. Бороться с ящером восточному соседу помогла Россия. Распоряжение об оказании помощи и созданию буферных зон на территории соседней Монголии было подписано президентом Российской Федерации 18 июля 2011 года. Когда Россельхознадзор организовывался, то все понимали, что без научных подразделений в части непосредственно влияния на ситуацию нельзя эту ситуацию контролировать. Поэтому те функции контрольные, которые есть у нас, они в наших учебных заведениях и в контрольном институте для подтверждения экспертизы анализов. Но кроме этого, у нас также институт защиты животных. Один из самых передовых располагает той научной базой, которая сегодня влияет на всю ситуацию в постсоветском пространстве. И те вакцины, которые сегодня мы разрабатываем и производим, они пользуются заслуженным успехом везде. Реализация программы поручена подведомственному Россельхознадзору. В НИИ «Здоровье животных» включала в себя поставку бивалентной противоящурной вакцины и мониторинговые исследования по оценке иммунитета у вакцинированных животных. В 2011 году государство Монголия и Министерство сельского хозяйства Российской Федерации поставили договоры. Мы получили 37 миллионов дозы противоящурной инфектированной вакцины сиротипа «О» и «Азиа-О». Это бивалентную вакцину не получили и применяли в 2011 и 2012 году, тоже в 2013 году не применяли эту вакцину. О том, как Монголия благодаря поддержке России справилась с эпидемией ящура, ветеринарный инспектор Цолмон Банди написала и защитила диссертацию. А после того, как камера перестала записывать интервью, ветврач призналась, что как только программа завершилась, страна снова столкнулась с вирусом. Он снова пришел дикими тропами со стороны Поднебесной. В целом мы неоднократно, как ветслужба Российской Федерации, выступали с предложением, что дешевле заниматься тем, что профилактировать и создавать буферную зону не столько на своей территории, сколько на приграничных территориях с нами государств. Для того, чтобы мы тем самым не допускали заноса к себе уже. Да, это будут затраты, это затраты, как вот по примеру в Монголии, и на мониторинг, и на вакцинацию, но это значительно дешевле и эффективнее, чем постоянно быть в ожидании того, что где, какой штамм, как тебе попадет. Сегодня Российская Федерация защищает свои территории от ящура, создавая буферные зоны в 34 регионах. Именно там, где проходят границы с Казахстаном, республиками Закавказья, Китаем и Монголией. Мы стараемся создавать программы вот этого приграничного взаимодействия с нашими соседями, базируясь на использовании системы комплексной и диагностики, и профилактики этого заболевания. То есть мы в предыдущие годы использовали площадку ФАУ для того, чтобы, когда ФАУ, как международная организация, принимала участие в формировании общего взгляда и общей картины распространения ящура в двух регионах, это Центральной Азии и Закавказья, когда были специальные программы на это ориентированные, то в качестве референтного центра, участвующего в мониторинге по диагностике благополучия этих территорий и по оценке иммунологической эффективности применяемых вакцин, был привлечен наш институт, как я уже говорил, защиты животных из Владимира. И эта работа носила очень такой системный и, с нашей точки зрения, эффективный характер. Потом был промежуток в несколько лет, когда ФАУ обходилась без участия наших специалистов и картина становилась более размытой, неясной. Решать проблему поодиночке ни у кого еще не получалось. Сегодня Россия – основной партнер в борьбе с ящуром для Казахстана и Монголии. Соседние страны опираются на полувековой опыт подведомственного Россельхознадзору в НИИ здоровья животных. Этот же институт является референдной лабораторией по ящеру МЭБа и ФАО. В формате ФАО был создан референдный центр, так как в то время было необходимо создание контроля на уровне лабораторий. Поэтому также большая роль отводится и Владимирской лаборатории в сборе информации, в сборе проб, потому что нам необходимо знать, какой вирус можно ожидать в ближайшее время, какие вирусы могут получить развитие в ближайшее время. И необходим контроль с другой стороны и вакцин, которые создаются, контроль их качества прежде всего. Но сфера миротворческой миссии России определена административными границами нашей страны. Создание буферных зон по периметру, вкладывание больших денег в ветеринарное благополучие не искореняет первопричины – наличие вируса по ту сторону южных и юго-восточных границ. Значительно изменить ситуацию могла бы общая программа по искоренению ящера, инициированная такими наднациональными организациями, как МЭБ и ФАО. Мы в ЕС имеем большую историю борьбы с распространением ящера на территории Европы, и результатом нашей деятельности явилось создание Европейской комиссии по ящеру. И эта работа началась еще в 50-х годах, когда страны-члены ЕС решили работать вместе над этим вопросом и помогать взаимно друг другу в борьбе против распространения этого заболевания. И мы надеемся, что Россия и Казахстан как раз помогут нам улучшить понимание данного вопроса, данной ситуации на сегодняшний день именно в этом регионе. И хотя стран, в которых постоянно или время от времени фиксируется ящур, сегодня на планете больше, чем свободных от этого заболевания, бороться и победить его можно, но только консолидированно. И, кстати, практика такая уже была. Когда мировое профессиональное сообщество объединилось и навсегда стерло с лица земли чуму крупного рогатого скота. Мемб был основан в 1924 году, чтобы искоренить чуму крупного рогатого скота в мире. Тогда очень много было в Европе. И только в 2011 году был признан мир без чумы. Прошло почти 87 лет, пока все сделали. Выявили животных с новыми клиническими признаками, то есть те, которые ранее не выявлялись. То есть процесс, как говорится, усугубляется и имеет тенденцию, к сожалению, к распространению. Сегодня Россия, южные и юго-восточные границы, которые то и дело загораются огнями погребальных костров ящерных животных, вынуждены менять свою тактику обороны в буквальном смысле на ходу. Эксперты Россельхознадзора в оперативном порядке отбирают патологический материал, выделяют вирус, проводят изучение его иммунобиологических свойств и только потом определяют, какая вакцина может остановить распространение вируса. А иногда и вовсе в сжатые сроки создают принципиально новые вакцины под конкретно заданный регион. Когда наши специалисты исследовали этот эпизотический штамм, он показал сильное различие с вакцинным штаммом. И вакцина поэтому не смогла обеспечить должное иммунитета для защиты животных. Мы адаптировали его к культуре клеток и начали промышленную наработку вакцины именно из этого штамма. Мы сделали ревакцинацию еще раз всего поголовья, потом мы получили моновалентную новую вакцину и этой вакциной еще раз обработали. А дальше мы идем по плану, работаем два раза в год, обязательно вакцинация всего поголовья проводится. Естественно, все боятся и стремятся защитить свои страны от рисков заноса данной болезни и избегают импортных отношений. Неважно, было ли в стране зарегистрировано данное заболевание среди диких кабанов или домашних животных. Польский специалист сейчас говорит об африканской чуме свиней. Именно она, миновавшая административную границу вместе с дикими кабанами, нарушила покой всего Европейского Союза. У стран Старого Света начались серьезные проблемы с поставками продукции свиноводства. Бизнес понес колоссальные ущербы. Возникает вполне естественный вопрос, а при чем тут ящур? Ситуация по ящеру достаточно серьезная. И МЭП, и ФАО обеспокоены этой ситуацией, потому что ящер, ну, это такая болезнь, которая очень сильно влияет на экономику, особенно экспортирующих стран. Как и в случае с африканской чумой свиней, вирус ящура пришел с южных границ России. Как и АЧС, эта болезнь несет фатальный ущерб для экономики страны. Разрушение, порой необратимые, экономических связей, потерю рынков, ну и, как следствие, обвал отрасли. На сегодняшний день, опять-таки, продолжаем и будем всеми возможными путями интенсифицировать работу вот эту программную, системную с участием международных организаций, чтобы формировать именно идеологию коллективной безопасности. Коллективная безопасность не только, как у нас раньше считалось, там от ядерных вооружений и рисков, а именно вот по нашей специфике, по особо опасным инфекционным заболеваниям. Потому что создать благополучие в одной отдельно взятой территории, ну это, может быть, и можно, но очень сложно в связи с тем, что это будет многократно больше и затрат, и рисков возобновления заноса этой инфекции. Россия, так же, как и с африканской чумой свиней, выступает сегодня естественным мощным буфером между странами, неблагополучными по ящеру, и стабильной Европой. И для многих это кажется пусть и большой, но исключительно внутри российской проблемой, так же, как и с АЧС. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова